Сегодня впервые за последний год мы начинаем программу не с украинских событий, а с того, что случилось в соседней стране, в России. Убит Борис Немцов, друг Украины, человек, который, по словам президента Порошенко, был мостиком между нашими двумя странами. И выстрелы, которые прозвучали в Москве недалеко от Кремля, вот они стали выстрелами в ту Россию, которая еще, казалось, могла одуматься, измениться, отказаться от агрессии. Почему это важно? Почему это важно для нас с вами? Это самое громкое политическое убийство последних лет в России выглядит очень странно. И если найдут подтверждение слова тех, кто говорит, мол, это российская власть стоит за этой смертью, то для Украины это может означать только одно. Раз у себя дома Москва больше не стесняется, то и в украинской трагедии сдерживать ее ничего не будет. Даже санкции, какими бы жесткими они ни были. Так, Ле, это какие версии? Давайте разберемся. Разберемся прямо сейчас. Вот наш российский сапкор Данил Русаков на прямой связи со студией из Москвы. Данил, начнем с последних событий. Сегодня в Москве прошел масштабный марш, по сути марш памяти. А людей-то сколько было? Можно ли верить официальным цифрам, которые приводили российские СМИ? Гена, вот смотри, 16,5 тысяч человек, это по данным московского ГУВД, это даже не смешно, потому что если посмотреть вот на эти кадры, то отчетливо видно, что количество человек действительно огромное. По данным организаторов, это представители российской оппозиции, ну пришло как минимум 100 тысяч человек. В любом случае, речь идет о нескольких десятках тысяч людей. Они прошлись колонной по центру города, люди действительно скорбили, было понятно, что они переживают очень тяжелую утрату. Многие в руках держали государственные флаги России, были и те, кто держали плакаты, на них были слова «Борись и мы не боимся». Для многих произошедшее действительно стало настоящим шоком. Я опять-таки повторюсь, и событие, которое произошло два дня назад, сплотило практически весомую часть российской оппозиции, если даже не всю. Ну, вот посмотрите, характерный пример на марш памяти Бориса Немцова пришли даже представители российских националистов. В руках они держали свои традиционные желто-бело-черные флаги. Борис Немцов, при всей нескожести с тем, что с его политической программой, дал жизнь борясь с системой, его надо поддержать. Ну, а колонну возглавили соратники, близкие соратники Бориса Немцова по партии РПР Парнас. Это Михаил Касьянов, Илья Яшин. Они все время были там, они шли на это митинги, и они тоже несли в руках цветы. И, собственно, нам удалось с ними пообщаться, и предлагаю послушать, какой комментарий они нам дали. Данил, а что российские власти? Вот они этот сегодняшний марш, марш памяти, они его согласовали? Потому что сегодня же намечалась акция протеста, и вряд ли ее участники могли попасть в центр Москвы. Да, действительно, Дима, это удивительно, но акцию московские власти согласовали. Они ее согласовали буквально за несколько, можно сказать, часов до того, как она произошла. И было предоставлено место, собственно, место в центре, в самом центре Москвы. Люди прошли в нескольких метрах от Кремля. Такого прежде на оппозиционных акциях действительно мы не видели. И что интересно, действительно, на сегодняшний день и так была запланирована другая оппозиционная акция. Она должна была пройти в одном из спальных районов Москвы. Называлась антикризисный марш весна. Должна была называться, и Борис Немцов собирался принять в ней участие. Однако в последний момент было принято решение о том, что формат акции будет перенесен. Это будет акция памяти, и политическое мероприятие будет проведено позже, по крайней мере, так говорят представители российской оппозиции. Но, собственно, люди сегодня, когда проходили мимо того места, где Бориса Немцова не стало, два дня назад возлагали цветы. И известно, что, по крайней мере, вот сейчас, к этой минуте, что политика убил неизвестный киллер из белой машины. Он, как минимум, выпустил в него четыре смертельные пули, то есть те пули, которые причинили смерть. Одна прошла в голову, другая в сердце, еще одна в желудок и печень. И, действительно, это очень необычное событие для России, так мягко скажем. Потому что что-то подобное могло происходить, наверное, только во времена 90-х. И последние 10 лет такого просто люди, жители главного города России не видели. Данил, ну, самый главный вопрос у всех, кто нас сейчас смотрит. Какие версии? Какие версии отрабатывают следствия? Ну, на самом деле, об убийцах по прошествии практически двух уже дней неизвестно ничего. Версий много, они конспирологические. В частности, так, например, говорится о том, что это могли сделать некие радикальные исламисты. Вспомнили, конечно же, и украинских националистов, правый сектор. На него так намекнули, ну, куда уж без него, понятно. Что-то конкретное, что-то внятное неизвестно. Буквально через несколько часов после того, как тело Бориса Немцова забрали в морг судебно-медицинские эксперты, сообщали российские СМИ, что была якобы найдена машина убийц, однако потом выяснилось, что это тоже не она. Единственное, что сейчас можно доподлинно точно сказать, это то, что дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета. И совершенно определенно, если тех людей, которые совершили это преступление, задержат, то арестовывать их будет скандально известный басманный суд. Ну, бог с ним, со Следственным комитетом. У него репутация неоднозначная. А соратники, близкие Бориса Немцова, что они говорят, что они подозревают? Какие у них версии? Ну, на самом деле, очень много разных версий. Вот, в частности, все ждут того момента, когда показания, скажем, возможного единственного свидетеля, девушки, которая была рядом с Борисом Немцовым в тот момент, я напомню, она гражданка Украины, каким-то образом будут известны. Дело в том, что она сейчас находится под усиленной охраной. Ей практически, как сообщается, запрещается просто даже передвигаться. И она планирует после того, как все эти следственные действия закончатся, уехать в Киев. А что относительно предположений, которые строят соратники по политической части Бориса Немцова туда, известно, как минимум, что за несколько дней до его трагического кончин, этого убийства, он собирался заняться серьезной работой. Она связана, кстати, с Украиной. Борис Немцов собирался поехать и встретиться с семьями погибших российских военных на Донбассе. В частности, предполагалось, что будет такая вот командировка в Иваново. Однако, понятно, что ее уже не будет, она не произойдет. В общем-то, это одна из версий, которую считают многие достаточно весомой. Дима. Продолжение следует... Продолжение следует...